Мы с вами говорили о наблюдении и для того, чтобы быть наблюдательным человеком, имея ввиду Священное Писание, нам с вами сначала нужно научиться читать. Большинство из нас думают, что читать умел еще в первом классе, или в 5 лет, или в 3 года. Проблема заключается в том, что многие из нас на самом деле не умеют читать. Мы не умеем находить главное. Меня умиляет, вот какая вещь, она меня умиляет и огорчает. Иногда просто по жизни приходится подписывать юридические документы. Большинство из нас не понимают, что это юридические документы. Какой-то договор, кто-то где-то нас просят подписать. Вот две-три страницы какого-то текста. Говорят, вот здесь вот подпись ваша и вот здесь, пожалуйста. Я обычно говорю, подождите, дайте мне 5 минут, я прочитаю. Вот иногда звучит следующее. Да что читать-то, вы подписываете и все. Значит, я и учу своих детей, и мы с женой придерживаемся следующего. Прежде чем я под чем-то поставлю свою подпись, вступая с какой-то организацией, какие-то отношения, я должен это прочитать. То есть, вполне возможно, что я потом не смогу в этом ничего изменить, а подписать все равно придется. Но я не поставлю свое имя под бумажкой, особенно от не очень знакомой организации, если я эту бумажку не читал. Вот человек приходит в магазин большой, ему понравился холодильник, он идет покупать этот холодильник в кредит, потому что денег нет. С чем он сталкивается? Так вот здесь, пожалуйста, да-да, быстро, за полчаса все решается, вот здесь, пожалуйста, подпись ставите, вот здесь и здесь. Подождите, я сначала прочитаю. Не, подождите, вы подпишите и все. Если в этой ситуации он подписывает и все, то, наверное, он либо не умеет читать, либо не хочет читать, либо не очень любит думать. Так вот, приступая к изучению Священного Писания, мы должны научиться читать. И принципы чтения Священного Писания, это на самом деле общие принципы. Есть замечательная книжка, к сожалению, тоже не переведенная на русский язык, написал ее Мортимер Адлер, человек, философ, христианин, кстати говоря, который долгое время был одним из редакторов британской энциклопедии. Вот он написал книжку уже для людей взрослых. Книжка как раз и посвящена тому, как читать. И вот Мортимер Адлер представляет некоторые принципы, которые мы можем преобразовать, переформулировать так, чтобы они относились к чтению и Священного Писания. Как читать? Первый принцип совершенно очевиден. Пожалуйста, прочитайте его вслух. Читайте вдумчиво. Читайте вдумчиво. Для кого-то это значит прочитать вслух. Но для всех это, на самом деле, для всех это для нас значит задумываться над тем, что читаешь. Кому из вас случалось засыпать с Библией в руках? Вот вы хотите провести время уединения. Да, даже руки поднимают. Вадим руку поднимает. Был такое. У меня тоже было. Я думаю, у тех, кто не поднял руку, тоже когда-то было. Вот. Но, видите, большинство людей хотят время с Библией проводить вечером и засыпают, соответственно, с Библией вечером. Я как-то попытался тоже утром проводить время в Священном Писании. Пораньше так встать. И поначалу тоже засыпал утром со Священным Писанием. То есть ты проснешься по будильнику. Клонил ко сну, да? Нет, нет. Сначала клонил, а потом я же к нему склонялся все-таки. Ты же не супер духовный какой-то товарищ такой, да? Вот. Но вот в момент, когда ты еще только начинаешь засыпать, ты вроде бы читаешь, но ничего не понимаешь. Поплыло. Поплыло. Чтение становится чисто механическим. Никакой вдумчивости, ни о каком всматривании в то, о чем читаешь, говорить уже не приходится. Вот первый главный принцип чтения Библии – чтение любого текста. Это вдумчивое чтение. Значит, практика такая вот для себя. Просто вы можете следующее вывести. Если я вдруг понимаю, что потерял мысль автора, мне нужно вернуться и перечитать снова. Большинство из нас поступает по-другому. Мы читаем, нам кажется, что вот сейчас я мысль потерял, ай, ладно, продолжаю читать, сейчас эту мысль где-нибудь найду. Вот, скорее всего, даже если вы эту мысль найдете, какой-то момент для вас уже будет потерян, какой-то момент из вашей последовательности чтения выпадет. Именно об этом мы и говорим, призывая людей читать вдумчиво. Второй принцип созвучен первому. Вдумчивое чтение – это также и многократное чтение. Это и многократное чтение. Не бойтесь перечитывать. Один из миссионеров, которые наставляли меня еще в студенческие годы, повторял одну и ту же фразу – читайте Библию, читайте Библию. Читайте послание к римлянам, читайте его раз двадцать. После третьего или четвертого раза мне казалось, что я в этой книге уже все вижу. Представляете себе, как бы обиделась ваша жена, опять-таки к женатам, к замужним обращаюсь, если бы вы сказали, ты знаешь, я с тобой уже третий год живу, и я про тебя уже все знаю. Вот опять-таки в супружеских отношениях мы понимаем глупость такого подхода. Но в связи с священным писанием мы говорим, да я это уже несколько раз читал, я уже в курсе. Самые интересные откровения, самые интересные библейские находки бывают именно в знакомых местах. То есть тебе кажется, что здесь больше ничего уже нельзя накопать. А потом вдруг через вот эти знакомые слова показывают что-то такое, о чем раньше ты даже не задумывался. Но если вы не будете читать многократно, то Бог и не сможет этого показать. Я Библию уже один раз прочитал. Это примерно то же самое, что в старом анекдоте, когда люди встречаются и говорят, давай подарим Ваньке на день рождения книгу, а другой говорит, зачем, у него уже одна есть. Вот опять-таки в чем-то другом мы понимаем абсурдность таких высказываний. В священном писании, к сожалению, эта абсурдность не всегда столь очевидна. Вдумчивое многократное чтение требует также терпения. Читайте терпеливо. Дело в том, что, как сегодня мы уже говорили с вами, что чтение Священного Писания и изучение Священного Писания это серьезный труд. Соответственно, чтение Священного Писания требует терпения. И сатана действительно дает мысли о том, что я уже это все знаю, а если что-то не знаю, то это не столь важно. А вот терпеливое чтение – это чтение человека, который понимает, что да, вот сейчас трудный момент. Мне нужно пройти этот трудный момент. Мне нужно его преодолеть. И чтобы преодолеть этот трудный момент, мне нужно набраться терпения. И тогда молишься и говоришь, Господи, «Я хочу возрастать в твоем Слове, возрастать в познании твоего Слова, в познании тебя». Тогда Бог дает это терпение, которое так необходимо. Если этого не сделать, то наше понимание Священного Писания, наше понимание Библии так и останется поверхностным. Читайте терпеливо. Читайте, вычленяя важное. Или читайте, вычленяя главное. Ой, вот это принцип, который важен для нас также не только в чтении Священного Писания, а вообще практически во всем. Я думаю, вам приходилось в жизни вести конспект лекций, когда на экране при этом перед вами не было основных пунктов. То есть, представляете себе, я понимаю, что это было в вашей жизни последний раз очень-очень-очень давно, но вот лектор читает лекцию без PowerPoint, и при этом не очень организованно. Он сначала рассказывал о том, потом о другом, потом о третьем. А вы потом вернулся назад, да. А вы потом думаете, а что же здесь важное? Что же здесь главное? Ну а в академической среде, в учебном заведении главное это то, что потом появится на экзамене. Вот и умение понять, что главное, во многом определит потом вашу оценку на экзамене. Вот читать, вычленяя важное, читать, вычленяя главное, замечать главное – это важнейшая вещь, важнейший навык нашего чтения Священного Писания. Опять-таки, Библия и жизнь. Что важно при чтении Священного Писания, то важно и в жизни. Эпизод, который я люблю приводить в качестве примера, он уж очень показательный. Опять-таки, эпизод семейный, пара супружеская. Он американец, человек очень практичный, очень деятельный. Ему важно, чтобы все было правильно, но также, чтобы все было практически обосновано. Она русская, романтичная особа, человек, умеющий чувствовать. И вот, каким-то образом, они становятся мужем и женой. И потом, через сколько-то времени совместной жизни, приходят к душепопечителю. Эпизод давний, поэтому я о нем спокойно рассказываю. О недавних эпизодах такого плана, конечно, рассказывать нельзя, потому что это личная информация. И вот они приходят к душепопечителю. И он, и она в обиде. Она говорит, он меня не любит. Нормальное такое обвинение. Он меня не любит сразу. Он говорит, она со мной нечестно поступает. Душепопечитель начинает разбираться. Как это так? Не любит, нечестно поступает? Ну, расскажите, что у вас бывает? Она говорит, ну, например. И она рассказывает. Вот, у меня болит голова. Я ему говорю, милый, у меня болит голова. Он мне смотрит и говорит, выпей таблетку. Мне обидно. Он говорит, а что ты обижаешься? Значит, душепопечитель начинает разбираться, почему обижаются. Ну, вернемся к этому. Ладно, эпизод продолжается. У меня болит голова, говорит она. Выпей таблетку, говорит он. Минут через 30 он включает музыку. Причем музыку он включает очень громко. А он любит громко, на хорошей системе, на хорошей аппаратуре слушать музыку. Потому что, если слушаешь громко, то частоты звучат хорошо. Ему это нравится. Его пробивают, что называются эти самые частоты. Она говорит, я его спрашиваю, милый, тебе очень нравится эта музыка? Он говорит, ага. И слушает дальше. Он говорит, ну да, я ей сказал, что нравится, она почему-то обиделась. Вот почему, я никак не понимаю. И, значит, душепопечитель начинает с этим разбираться. Вдумчиво, внимательно, вычленяя главное. Он говорит, обращаясь к ней, скажите, пожалуйста, когда вы сказали, что у меня болит голова, чего вы хотели, что вы ожидали? Она говорит, ну я ожидала, что он как-то ко мне подойдет, меня обнимет, скажет мне что-то хорошее. Не просто скажет, выпей таблетку, да, а хоть как-то проявит ко мне свою любовь. Он этого не проявил, значит, он меня не любит. Хорошо. А что вы услышали, когда жена сказала, у меня болит голова? Он говорит, я услышал, что нужно как-то вот ей помочь. Я сказал, что вот выпей таблетку, потому что таблетки хорошие, они, значит, снимают головную боль, чем быстро. Так, это первая ситуация. Дальше, через полчаса он включает музыку. Он говорит, скажите, пожалуйста, а вот когда вы сказали, спросили, тебе очень нравится эта музыка, что вы имели в виду? Он говорит, ну я имел в виду, чтобы он его выключил. Он говорит, да, почему ты мне сразу об этом не сказала? Если ты это имел в виду, почему ты не сказала? Ну как, ну ты же меня любишь, ты же должен был сам понять, что у меня болит голова. Подожди, а что, она у тебя еще не перестала болеть? Нет, ну как же, ну я же тебе посоветовал таблетки, а там написано, что они действуют в течение 15-20 минут, а там уже полчаса прошло. То есть, скорее всего, голова в этот момент у тебя уже не болела. Значит, каждый из участников этого разговора что-то хотел сказать. Но другой, слушая эти слова, видя эту ситуацию, не мог быть члене главное. Он не понимал, о чем, собственно, идет речь. Вот это непонимание приводит к конфликту. Точно так же непонимание главного в Священном Писании приводит нас к тому, что мы упускаем содержание, упускаем смысл Библии. Пока это все в теории, но буквально на следующей паре, на следующем часе мы с вами начнем этим пользоваться на практике. Каким же образом вычлени главное в Священном Писании? Хорошо было бы, если бы это главное было у нас уже подчеркнуто. Такого не бывает. Поэтому, вычленяя главное, мы прежде всего учимся задавать вопросы. Кто говорит? Что говорит? Где происходит действие? Как происходит то или иное действие? Определенные вопросы помогают нам, дают нам ключики к вычленению главного. Зачем нам откладывать практику на следующее занятие? Давайте посмотрим один фрагмент. Посмотрите, пожалуйста, Евангелие от Марка, глава 12, и откройте, начиная где-то с 13 стиха. Евангелие от Марка, 12 глава, начиная с 13 стиха. Кто? Вопрос. Понятно, что беседует Иисус. А с кем беседует Иисус? С какого? С 13 стиха. С кем беседует Иисус? Вы сказали, с фарисеями. Ответ верный, но неполный. Он беседует с двумя людьми, с двумя группами людей. Он беседует с фарисеями и иродианами. Значит, а кто беседует Иисус? С кем он беседует? С фарисеями и иродианами. Дальше начинаем задавать другие вопросы, потому что здесь в этом слайде всего несколько вопросов для затравки, что называется. Когда это происходит? В какое время служения Иисуса это происходит? Из контекста. Ну давайте так, до распятия или после распятия? Нет. Ну а почему? Может быть воскресший уже Иисус? Нет. До распятия. Хорошо. За неделю до распятия, за месяц до распятия, за год до распятия, за три года до распятия. Одиннадцатая глава, с чего начиналась? Въезд в Иерусалим. Въезд в Иерусалим. Молода, вот, начали работать. Да, въезд в Иерусалим. Въезд в Иерусалим это воскресенье. А сейчас у нас уже понедельник или вторник. За неделю до распятия. Какая атмосфера вокруг царит в это время по отношению к Иисусу Христу? Враждебность. Где происходит это событие? В Иерусалиме. Значит, поставив это все в контекст, задав вопросы, мы начинаем выяснять главное. Где происходит в Иерусалиме? Когда за меньше, чем за неделю до распятия Иисуса Христа? Кто приходит? Фарисеи и иродиане. А дальше уже на этапе толкования мы поставим следующие вопросы. А кто такие фарисеи и когда такие иродиане? И потом, когда мы узнаем, кто они такие, мы вдруг зададим себе вопросы, что это они делают вместе. Как эти группы людей, столь непохожих друг на друга, вдруг собрались чем-то заниматься вместе. Понимаете? Но, чтобы просто подойти к этому, надо задать определенные вопросы. Иначе получается, что все, кто противостояли Иисусу Христу, это фарисеи. Нет, не все они фарисеи. Иначе получается, что всякий раз, когда Иисус обращается к кому-то, он говорит с учениками. Нет, не всегда с учениками, он говорит с народом. Вот эти основные вопросы. Еще одно место, фрагмент покороче, и там вам будут эти вопросы применить проще. Извините, Деяние апостолов 1.8. Известнейший фрагмент. Деяние апостолов 1.8. Вот, прочитайте, пожалуйста, 8 стих, пока без контекста. А с контекстом вы будете работать уже самостоятельно. Кто нашел, пожалуйста, читайте первое. Но вы примите силу, когда зовет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями Иерусалима, и во всей Иудее, и Самаре, и даже до края земли. Так, известнейший стих. Кто говорит эти слова? Иисус. Кому Иисус говорит эти слова? Ученикам. Ученикам. Когда Иисус говорит им эти слова, теперь вам понадобится контекст. Перед Вознесением. Уже что? Погромче. Перед Вознесением. Перед Вознесением, да. Даже лучше пускать перед Вознесением, чем после Воскресения. Потому что перед этим, буквально после этого, будет Вознесение. А теперь, если вам понадобится, откройте, пожалуйста, также конец Евангелия от Луки. А помните, что апостол... Извините, что деяние апостолов и Евангелия от Луки написано одним и тем же человеком, Лукой. И скажите мне ответ на следующий вопрос. Где находится Иисус с учениками, когда Иисус им говорит эти слова? На горе Елеонска. Откуда вы это взяли? В контексте, пожалуйста, расскажите, почитайте. Что это на горе Елеонска, откуда вы это знаете из Библии? 12 стих. Деяние. Так. Прочитайте. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. Совершенно верно. А почему они оказались на Елеонской горе? Потому что в этом же месте он явится при втором пришествии. Почему казались? Потому что он явится. Мне кажется, здесь причинно-следственная связь у нас нарушена. Они оказались по другой причине. В начале этого фрагмента, в начале Евангелия, извините, в начале Деяния апостолов. 4 стих. Собрав их. 4 стих Деяния первого голоса. Они оказались там, потому что Иисус там их собрал. И он их призывает на эту гору. Так. Это пока мы добываем информацию с помощью простеньких вопросов. Кто, что, когда, как. Немножко вопрос, почему. Хотя до конца вопрос, почему мы пока на этом этапе еще не ответим. Но все же, чего ожидают ученики? О чем спрашивают ученики у Иисуса? Да, теперь на современном русском языке. О чем у него спрашивают? Чего они ждут? Они ждут установления царства. Причем, когда они ждут установления царства? Прямо сейчас. Сейчас. Так. Совершенно верно. В пятом стихе их вопрос. Нет, в шестом стихе, извините, пожалуйста. Их вопрос. Не все ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю? Где подлежащее этого вопроса? О ком идет речь? Кто действующее лицо этого вопроса? Да, Ты, Иисус. То есть они спрашивают, не сейчас ли восстанавливаешь Ты царство? О чем они спрашивают? Спрашивают Иисуса о Его планах. В его ответе, в восьмом стихе, где подлежащее? Дух Святой. Когда сойдет на вас Дух Святой, но это уже подчиненная часть предложения. Но вы примите силу. А теперь начинается интересно. Значит, ученики спрашивают Иисуса, что будет делать Он. Причем применительно ко времени. Так, теперь давайте вспомним из контекста. Вообще этот вопрос о том, что пора бы царство устанавливать. Он возникал уже или нет? Помните, когда конкретно раньше? Они спорили, кто будет по правую руку сидеть, кто будет по левую. И да, в Евангелии. И потом они входят в Иерусалим, и Иисус встречает народ как Асана, как царя, который устанавливает царство. И вот, говоря современным языком, не бойтесь, кстати говоря, современного языка, если он, конечно, не вульгарен. Не бойтесь современного языка. Потому что ученики несколько раз обламываются как раз по поводу царства. Так вот, теперь Иисус берет их, и не случайно вы обратили на это внимание, Он их собирает на горе Илеонской. Он их собирает. Вау, что-то будет. И что у них в головах? О чем они спрашивают? О царстве. О царстве, причем какое царство? Еще, пожалуйста, раз прочитайте их вопрос. Вы уверены? Молодцы! И вот нам нужно было немножко сосредоточиться на тексте, чтобы заметить это Израилю. Потому что сначала вы дали неверный ответ. Царство Божие. Ученики спрашивают Его не сейчас, это время, восстанавливает ли Он царство Израилю. А Он говорит им, по поводу времени мы пока пропустим, потому что сейчас подойдем к этому. А что с этого момента не я, Иисус, а вы, ученики, пойдете, чтобы проповедовать Израилю? Нет! До края земли. Значит, теперь смотрите, мы с вами увидели детали, и мы начинаем все это обобщать. Ученики мыслят категориями здесь и сейчас. Сколько же можно ждать? Вот сейчас ты, Иисус, будешь восстанавливать здесь царство Израилю. Дождались! Наконец-то! Он говорит, нет. Во-первых, не я буду восстанавливать, а вы будете проповедовать. И не прямо здесь сейчас, а на протяжении еще долгого времени. И не Израилю, а всему миру. Как в том старом анекдоте, когда ведущему радиопередачи приходит письмо. И он говорит, вы знаете, я слушая ваш голос, я думаю, что я вас точно понимаю. А я вижу, мне кажется, что вам лет 25, что вы очень красивый и что вы не женатый. Он говорит, вы знаете, вы совершенно точно все поняли, только мне не 25, а 42. Я уже не совсем красивый и я женатый, у меня двое детей. А все остальное правильно. Вы думали, что здесь и сейчас? Нет. На долгое время. Вы думали, что Израилю? Нет. Для всего мира. Вы думали, что Иисус будет восстанавливать царство? Нет. Вы будете свидетелями Иисусу. А все остальное правильно. Нормально. И после этого он возносится в небеса. Красиво до невероятности. Но при этом он еще их обличает в 7 стихе. Он же сказал, не ваше дело знать времена или сроки, которые отец положил в своей власть. Так. Значит, они спрашивают про времена и сроки. Он говорит, ребята, вы хотите тут вот понять когда, а я вместо этого вам скажу, что вам нужно делать. И вот это, друзья мои, сдвиг всего мышления. Причем этот положительный сдвиг мышления кому-то из нас тоже важно пережить. Потому что мы начинаем думать, когда начнутся преследования. Когда начнется великая скорбь. Когда придет Иисус. И сидим и размышляем, когда, когда, когда. Вот эти пророчества, эти пророчества, что. А он говорит, ребята, а я вам скажу, что вам нужно делать. Вот когда я уж, извините, сам разберусь. Потому что это Богом Отцом установлено. Но ваше дело другое. То есть получается, что вместо того, чтобы исполнять призвание данное нам, мы пытаемся разобраться с тем, что отдано приоритету самому Бога. И я вас уверяю, друзья мои, мы с вами еще совсем не глубоко копнули в этот замечательный фрагмент Деяния 1.8. Там и географическое соотношение вот тех мест, где должно будет звучать проповедь. И обратите внимание, вы примите силу Иисус. Ученики ожидают, что Иисус установит царство своей силой. Иисус им говорит, что вы примите силу. И то, когда эта сила будет, от чего зависит наша сила. На самом деле здесь читать и читать. Разбираться и разбираться. Когда я учился в семинаре, у нас было замечательное задание по этому фрагменту. Мы приходим, преподаватель говорит нам, вот пожалуйста, к завтрашнему дню напишите, пожалуйста, 25 наблюдений по Деяниям 1.8. И мы сидим весь вечер, всю ночь, паримся, пишем эти 25 наблюдений. Приносим их к преподавателю. Преподаватель смотрит и говорит, ну хорошо. А вот к завтрашнему дню еще 25 принесете. Мы уже с неким ропотом негодования. Ну ладно, готовим еще 25. На следующий день преподаватель говорит, хорошо. А к завтрашнему дню еще 25 наблюдений. И мы уже, ну профессор, ну там нет столько. Подождите, вот это слово Божие. Скорее в ваших головах нет столько, а там есть. И давайте мы приглядываться к тексту, чтобы замечать. И потом, когда уже 75 наблюдений сделали, он говорит, ух, ладно, ребят, конечно, там можно еще делать. Но давайте уже все-таки пойдем дальше. Вот это и есть терпеливое, усердное, внимательное, многократное чтение Священного Писания. И для того, чтобы находить главное, задавайте вот эти простенькие, действительно простенькие вопросы. Кто, что, зачем. Их легко пропустить. На них легко просто не обратить внимание. Но если вы на них не обратите внимание, вы упустите и содержание текста. Итак, мы задаем вопросы. Но кроме того, мы пытаемся увидеть грамматическую структуру предложения. Но это же как в школе. В классе так в шестом, седьмом, восьмом. Тут еще надо вспомнить сложные слова. Подлежащее. То есть тот, кто выполняет действие. Сказуемое. То, что говорится об этом подлежащем. То, что он делает или то, что им говорится. Время глаголов. Настоящее, прошедшее, будущее. Определение. Слово, отвечающее на вопрос какой. Характеристики предмета. Обстоятельства. Где, когда, как. Помните? Обстоятельства образа действия. Обстоятельства времени. Обстоятельства места. Союз предлог. Особенно такие союзы и предлоги, которые свидетельствуют о направленности, о причинно-следственной связи действия. Ибо, следовательно, потому что. И по большому счету для того, чтобы учиться это делать, полезно просто чертить схему предложений. Чем мы, собственно, будем заниматься, но уже не сегодня. А сегодня мы обратимся к фрагменту, который считается самым длинным предложением во всем Новом Завете. Из прошлого курса. Те, кто вас слушал, прошлый курс был о нем. Вы помните, что это послание к Ефесиным, первая глава, начиная с 4 стиха. Откройте, пожалуйста, этот фрагмент. Послание к Ефесиным, первая глава, даже с 3 стиха. Итак, на основании вот этого фрагмента, с 3 до 14 стиха, пока возьмем до 11 стиха. Давайте посмотрим вот что. О ком говорится здесь? Кто подлежащий, кто подлежащий этого предложения? Благословен кто? Ага, все-таки не Иисус Христос, а Бог Отец. Где написано? Благословен Бог и Отец. А дальше уже кого? Итак, а теперь поехали. Благословен, что сделал для нас Бог и Отец Иисуса Христа? Первое. Благословивший нас во Христе, всяким духовным благословением. Значит, первое, что Он сделал? Благословил, Он благословивший. Скажите, пожалуйста, а вот дальше, так как Он избрал нас в нем, к чему это относится? Как это соотносится с первой частью, которая в 3 стихе? Благословивший. Так, как Он избрал. Что здесь делает это словечко так, как? Благословивший. Объяснение. Объяснение этого благословения. Совершенно верно. Значит, очень часто студенты говорят, ну вот что здесь Бог сделал для нас? Он нас благословил, номер раз. Он нас избрал, номер два. Нет. Структура у Павла другая. Значит, вот эта первая часть, первый уровень заключается в том, что Он благословен, потому что Он нас благословил. А дальше уже начинается почему, в чем это благословение выражается. То есть объяснение вот этого благословения. Великолепно. Причем дальше все глубже и глубже. Теперь давайте с вами, ну просто чтобы не прыгать очень сильно по тексту. Итак, это благословение выражается в чем? В том, что Он избрал. Совершенно верно. Значит, мы благословенны, потому что мы избраны. И опять-таки, когда мы начинаем об этом думать, иногда вот люди не очень внимательно читают Священное Писание, говорят, что ну вот учение о предизбрании, это какой-то получается какой-то безжизненный, никак не чувствующий Бог. Кого-то Он предизбрал, кого-то Он не предизбрал. Теперь смотрите, вот по этому тексту апостола Павла. Предизбрание есть часть Божьего благословения. Мы предизбраны, и в этом и проявилось Его благословение. Так, очень хорошо. Избрал, чтобы мы были... Поставьте, пожалуйста, вопрос к следующей части предложения. Избрал? Для чего? Для чего? Совершенно верно. Избрал для чего? Для того, чтобы сделать нас особенно умными. Правильно? Нет. По Библии для чего мы избраны? Чтобы мы были святы. Для того, чтобы мы были святы и непорочны. Совершенно верно. Пред Ним в любви. То есть это предизбрание, оказывается, Божие предизбрание имеет конкретную цель. Мы благословенные в том, что мы предизбраны. Мы предизбраны для того, чтобы быть святыми. И смотрите, для тех из вас, кто занимается и несет служение проповеди. Вот вам уже три пункта совершенно замечательной проповеди по всего двум-трем стихам Священного Писания, в которые вы можете дальше показать смысл этих стихов. А получили мы это каким образом? А мы смотрим на грамматическую структуру. Благословение в предизбрание, предизбрание для святости. Получается, даже здесь связь. А то, что мы имеем возможность быть святыми и непорочными, это тоже некое последствие Божьего благословения. И дальше, когда вы практически начинаете это применять, сначала рассуждаете об этом, а потом начинаете для себя это применять и другим объяснять. Вы можете сказать, что так, вот понимаете, святость это не то, что я хожу по жизни. Ой, я свят, как мне тяжко, несу я свой крест. Но я буду святым, я буду от всего воздерживаться. Но потом в небесах, может быть, оторвемся по полной программе. Ну или Бог уберет всякое желание оторваться, поэтому это все будет уже нереально. Нет, я свят и предназначен к чистоте и праведности, и это Божие благословение. Господи, я не хочу и не буду я вот идти по этой жизни с постной физиономией, как человеку, как ребенку, у которого конфетку отобрали. Я скажу, Господи, слава Тебе и благодарность Тебе за то, что сделал меня святым, за то, что избрал меня как из святости. А потом уже на следующем шаге изучения Библии, когда мы будем работать со словами, мы увидим еще одну интересную вещь. Ведь святой, хагеос по-еврею, по-гречески, это и есть отделенный. Святой это отделенный для какой-то функции. Вот Бог свят, потому что он отделен от этого мира, никого в мире подобного ему просто нет, это святость Божия. Святой это значит определенный для какой-то функции. И мы начинаем думать, ага, а есть ли у нас даже по-человечески какой-то аналог, на который мы могли бы объяснить святость. И мы находим аналог, может быть слабый, но открывающий нам глаза на то, что это такое. Ну, например, в нашем доме еще у моей бабушки был такой особый ящик для посуды, в котором лежали ложки и вилки, предназначенные только для праздников. А в отдельном шкафчике стояли тарелки и чашки, которые просто так доставать было нельзя. Это для особых случаев, это для особого употребления. Вот приходят важные гости или дорогие гости и достается вот эта посуда. Потом она моется, причем она ни в коем случае не скидывается в раковину со всем остальным. И она убирается. Она убирается до следующего особого случая. Вот эта посуда отделена для особого употребления. Эта посуда таким образом именно в библейском понимании освящена. Но это только часть аналогии, потому что дальше мы начинаем думать. Подождите, 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 подождите. Мы призваны для святости. Значит, Господь нас каким-то образом отделяет от этого мира? Да, конечно, но при этом мы соображаем. Но ведь нас-то предопределив для святости, предизбрав для святости, Господь еще и оставил в этом мире. Мы-то как раз, если использовать аналогии посуды, и омываемся в общей раковине, при этом будучи омытыми кровью Иисуса Христа. Для того, чтобы через нас праведность Иисуса Христа проповедовалась и другим людям. Вот мы начали с внимательного, многократного, думчивого чтения Священного Писания. Мы продолжили изучением конкретных слов, которые здесь употребляются. Мы подумали о том, как это соотносится с нашей жизнью. Мы нашли конкретный пример, как любая аналогия. Этот пример нам кое-что позволяет понять. Но любая аналогия ограничена. Мы увидели плюс, и мы увидели минус этой аналогии. Мы увидели и те ограничения, с которыми приходится иметь дело. И у нас уже получилось размышление и для самих себя, и для других людей. Вот как мы в данном случае поступили. А могли бы и по-другому. Мы бы могли начать грустным, голосом, уставшим, надоевшим уже голосом читать вот этот текст, зная к тому, что это самое длинное предложение в Новом Завете. И мы бы сделали то же самое, о чем говорит доктор Хендрикс. Мы бы заставили других людей скучать над Словом Божьим. Дальше. И опять-таки, анализируя предложение, анализируя этот фрагмент, мы с вами видим, что мы предызбраны для конкретной цели, чтобы мы были непорочны пред Ним любви. А вот предопределив усыновить нас себе через Иисуса. Скажите, пожалуйста, депричастие предопределив, к какому глаголу относится? Те из вас, кто еще помнит грамматику русского языка по школе? Избрал. Значит, это избрание выразилось еще и в том, что он предопределил нас, усыновить нас себе через Иисуса Христа. Значит, очевидно, что это способ предизбрания. Избрание выразилось как? Тем, что он предопределил усыновить нас через Иисуса Христа. Усыновить. Почему? По благоволению воли своей. Потому что он по своей воле так хочет. Почему я и предизбрал? По благоволению воли Божией. Все, прямо здесь в Библии. Но не только. Почему? По своей воле. А дальше зачем? По хвалу славы, благодати своей. Чтобы его имя было прославлено, чтобы его благодать была известна. Чтобы была слава, известность Божией благодати. Чтобы Божий характер был известен. И здесь следующая тема для нашего размышления. Что это значит усыновление? Как это он нас приобрел к усыновлению? И зачем он это сделал? Потом благодати какой? Которую он облагодатствовал нас как? В возлюбленном, то есть в Иисусе Христе. В каком возлюбленном? В котором мы имеем искупление крови Его. На самом деле это по большому счету расшифровка Божией благодати. Благодать это здесь, в возлюбленном Иисусе Христе, имеем искупление крови, прощение грехов. Почему? По богатству благодатью. Ага! Облагодатствовал свою благодатью, в которой мы получили искупление. По богатству благодатью. Круг замыкается. Мы ушли от благодати. Мы к благодати Божией пришли. И мы начинаем понимать, что мы живем благодатью. Ни разу апостол Павел в этом замечательном фрагменте не говорит о том, что вот ходите там по закону. Да, ходите по закону. Но даже здесь, если начинаешь выстраивать эту последовательность, мы видим благодать. В заключении этого занятия вспомню слова известной песни Джона Ньютона. Человек, который знал, что такое Божия благодать, не понаслышке. Это тот, кто написал о благодать спасен тобой и из пучины бед. Джон Ньютон в свое время унаследовал папашин бизнес. Бизнес отца Джона Ньютона заключался в следующем. Отец Джона Ньютона был работорговцем. У него был корабль. Они приплывали в Африку. Ловили там негров. И привозили на рабские рынки. И продавали в Америке. Плавания эти были очень суровые. Причем историки говорят, что... Да, их грузили в трюмы этих рабов. У них кают первого и даже третьего класса не было. Их грузили в трюмы как бревна. Причем иногда даже несколькими слоями. И плыли. Им бросали туда есть, еду, в трюмы спускались. Но говорят, что нормальной совершенно считалась порча товара 25%. Иными словами, если 25% рабов умирало в этом трюме, то это было нормально. Их как гнилую картошку выкидывали. Остальные плыли дальше. И вот Джон Ньютон унаследовал этот отеческий бизнес. И вот как-то перевозя рабов, он читал книгу Фомы Кемпийского «Подражание Христу». И вдруг его Джона Ньютона осенило. Какое же подражание Христу, если я перевожу этих людей? А потом перед Ньютоном возник следующий вопрос. А что же теперь делать? И первое его решение было таким. Надо сделать жизнь рабов более приличной. То есть не перевозить их штабелями по три ряда. Значит, по три человека. Надо хотя бы по два или по одному. И еще надо постараться обратить их к Богу и использовать вот это время на корабле для евангелизации. Он начал для своих рабов и для своих матросов по воскресеньям участвовать в богослужении. Проводить богослужение. Объясняю это так, что пока я их везу, их поймал в Африке, этих язычников, рабов, и пока я их привезу в Америку на продажу, они у меня покаются. А потом Джон Ньютон понял, что это лишь самооправдание. Нихого покаяния рабов не происходит. То, чем он занимается, это зло. Он бросает этот бизнес, начинает заниматься служением. Он пишет песни, самые известные его гимны, и это как раз «О благодать». И даже русский перевод песни «О благодать», гимна «О благодать» он все-таки немножко смягчен. Потому что если переводить напрямую с английского, если переводить с английского ничего не смягчая, получается примерно следующее. «О благодать та, что спасла такого подлеца». Или такого подлеца, как я. «У нас спасен тобой я из пучины бед». Беды такой пучины. А он говорит «Да save the wretch like me», которая спасла такого подлеца. И Ньютон приходит к тому, что он спасен исключительно Божьей благодатью. И когда мы читаем это сложнейшее предложение у апостола Павла, мы приходим к выводу о том, что действие Божие начинается благодатью и ведет благодатью. От благодати к благодати всплывает у нас другая цитата. «Из благодати в благодать, как морской прибой. Одна волна, меньшая, большая волна, меньшего, большая, большая». Ивангелие от Иоанна 1 глава. «Благодати к благодати». Вот от наблюдения, через толкование, через применение, и наше с вами отношение к Священному Писанию преображается. Но, друзья мои, это требует и действия Святого Духа, и это требует времени, и это требует серьезных затрат сил. И молимся мы о том, чтобы Бог давал нам эти силы. А пока дабы были силы, 10-минутный перерыв потом продолжим. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok